Погода продолжает испытывать на прочность жителей Тверской области. Весенняя оттепель пришла на смену лютым морозом. Городским службам прибавилось работы. Снег и налить коммунальщики убирают в круглосуточном режиме. Дворы многоэтажек чистят силами управляющих компаний или ТСЖ. Как Тверь встретила удар стихии? И что делать, если возле вашего дома до сих пор не убрали снежные завалы? Выясняла Валерия Королёва. Дворник Татьяна Борисовна рассказывает, Зима для неё выдалась по-настоящему горячей. Работать приходится каждый день, не покладая лопаты. Много вообще работы сейчас прибавилось со снегопадом? Снег, да, прибавилось. Двор дома 97 по Октябрьскому проспекту. Здесь придомовая территория честно вычищена от снега. Никакой колеи. Жильцы рассказывают, что трактор здесь появляется регулярно. Соседний дом 99-й вниманием тоже не обделён. Снежного коллапса избежать удалось. Чистят иногда. Проезжаете нормально? Нормально. Привычные к русской зиме. Так что ничего страшного. Демократичный настрой автомобилистов понять можно. Чистая дорога, целая подвеска. Автостоянка тоже относительно расчищена. Но вместе с тем объективно можно понять и возмущение родителей и маленьких детей в социальных сетях. Детская площадка здесь под толстым слоем снега. Оно и понятно. Зима. Автостоянку здесь почистили недавно. Однако налезь и снег удалённые оттуда почему-то оказались на территории игрового городка. Заботу об автомобилистах безусловно оценили. Но ведь ледяные глыбы так и привлекают внимание маленьких жильцов двора. Жалуются мамы. Между тем чиновники рассказали, что чистый от снега и наледи двор должен быть нормой. На зимний период управляющим компанией МТСЖ и ЖСК поставлены особые задачи по уборке территории. Они убирают у нас и придомовые территории, и при подъездной площадке тротуары. Кроме того, они обеспечивают подъезды контейнерным площадкам. А если управляющая компания включает режим ожидания, когда проблема решится сама собой и весной, то жильцам многоэтажек стоит отменить режим умолчания и жаловаться на нерадивых коммунальщиков в отдела благоустройства районных администраций. Заволжский район, 36-08-82, 32-15-72 Московский район, 36-08-84 Пролетарский район, 36-08-81 Центральный. Тем временем чиновники мониторят положение дел во дворах. Так только за минувший месяц получили штрафы 13 управляющих компаний за снег и сосульки. В ближайшие дни вновь ожидается потепление. Дневные температуры поднимутся до отметки в 5 градусов. К тому же синоптики прогнозируют и осадки в виде мокрого снега и дождя. А значит, каша будет не только во дворах, но и на дорогах. На крупных магистралях залежи снега не наблюдается. Центральные улицы почищены. Октябрьский проспект Можайского и другие крупные проспекты. Но все же водители жалуются на колейность на небольших улицах. Вместе с тем городские коммунальные службы работают в усиленном режиме. В городе продолжаются в круглосуточном режиме работы по механизированной уборке дорог и тротуаров от снега. Также производятся работы по погрузке и вывозу снега. Основные объекты погрузки и вывоза снега – это магистральная улица города, искусственные сооружения. В связи с ожидаемой отеплением в ближайшие дни в избежание потопления автомобильных дорог будут усилены работы по очистке дождеприемных колодцев. За последние три дня с улицы Твери уже вывезено 12 тысяч кубометров снега. Проезжая часть обрабатывается реагентами. Если вашу улицу еще не почистили, сообщите об этом в департамент ЖКХ по телефону 34 65 45.